Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить потрясающий испанский десерт, который называется бискофлан. У нас с вами будет шоколадный бисквит, такой вот очень вкусный молочный пудинг и сверху это все пропитается карамелью. Сначала нам нужно сделать карамель, здесь 50 граммов сахара и я добавляю 1 столовую ложку воды. Ставим на огонь и начинаем нагревать на медленном огне, никуда не отходим, нам нужно получить карамель, сейчас сахар начнет прогреваться и потом начнет плавиться. Смотрите, сахарный сироп уже начинает потихоньку кипеть, если вам нужно перемешать его, то не делайте это ложкой, а просто вращайте кастрюлю. И теперь дожидаемся, пока появится карамельный цвет. На умеренном огне никуда не отходим, смотрим, чтобы у нас карамель не сгорела. Уже у нас начинает сироп золотиться, здесь главное не передержать, чтобы у нас карамель не сгорела. Как только мы получаем красивый карамельный цвет, сразу же снимайте, потому что можно очень легко ее сжечь. Смотрите, я уже сняла с огня, но она еще несколько секунд будет продолжать готовиться и главное здесь не передержать ее. И вот так вот теперь берем на стенки, вращаем, чтобы карамель попала на стенки. И она здесь параллельно и остывает, и мы вот так вот проходимся, чтобы она распределилась. Если вы будете делать бискофлан не в этой форме, в которой делаете карамель, то просто сейчас нужно перелить в ту форму, в которую вы будете запекать дальше. А я буду и запекать в этой кастрюльке, потому что это очень удобно. Смотрите, какая красавица! Как в детстве я делала конфетки для себя. И вот я продолжаю вращать, пока будут такие карамельные бортики видны. Ну, буквально, не знаю, 10-15 секунд и все. Форма подготовлена. Два яйца разделяем на белки и желтки. Белки отправляем в миску для взбивания, а желтки в отдельную миску. Добавляем к белкам щепотку соли и начинаем взбивать. У нас уже появилась такая легкая пена. Добавляем сюда половину сахара, всего 70 граммов сахара. Визуально добавляем половину и где-то до устойчивой пены начинаем взбивать. Буквально за несколько минут получилась вот такая устойчивая у нас пена. И мы прекращаем взбивание. Отставляем в сторонку белки. И теперь венчик можно не мыть. Берем 50 граммов мягкого сливочного масла. Перекладываем в другую миску. Добавляю оставшийся сахар. И взбиваю. Вот так вот взбили буквально минуту до мягкости. И добавляем сюда желток. И еще один желток. Добавляем сюда 2 столовые ложки молока. И снова сейчас перемешаем. Теперь берем 100 граммов муки. Половину чайной ложки разрыхлителя. И также для шоколадного бисквита мне понадобится какао. Я буду использовать какао Доктор Откер. Оно имеет повышенное содержание жира, поэтому оно очень ароматное, вкусное, с таким насыщенным, красивым шоколадным цветом. 20 граммов какао. Смотрите, какое красивое. Слегка перемешаем. И так как у нас масса здесь твердая из молока, яиц и сахара, и масла сливочного, то можно не просеивать. Но для уверенности, если вы видите, что есть много комков какао, то лучше просеять. Добавляем сухие ингредиенты и перемешиваем. Можно это сделать миксером, можно лопаткой, как вам удобней. Немножко перепутала, 60 граммов сливочного масла и 4 столовые ложки молока. Вот такая получается масса. Сейчас мы будем добавлять в нее взбитые белки. В несколько подходов добавляем сюда взбитые белки. Слишком сильно не вымешиваем, чтобы масса осталась у нас воздушной. Вот такое получилось замечательное тесто. Теперь будем перекладывать его в форму. Форма обязательно должна быть цельной, не раздельной. Так, вот сюда теперь переливаем. О, вы услышали, как затрещала карамель. Я прям испугалась, не ожидала, что будет. Прям такой сильный звук. Бока формы я смазываю сливочным маслом. Вот так вот, чтобы ничего не пристало. Теперь приступим к флану. Берем 4 яйца. Для аромата я добавлю ванильный сахар с ароматом бурбонской ванили. Доктор Откер. Очень ароматно пахнет. И посмотрите, какой он по цвету. Он не просто белый, а вот с такими вот коричневыми частичками. Это и есть настоящая бурбонская ваниль. И добавляю сюда банку сгущенного молока. Еще добавлю сюда щепотку соли, чтобы сбалансировать сладость. И теперь нам нужно просто перемешать до однородности. Не нужно ничего взбивать. Так вот, перемешиваем. Теперь берем эту баночку из-под гущёнки, наполняем ее до края молоком. И добавляем сюда же. Вот это и будет наш будущий флан. Поверьте, флан это очень-очень вкусно. Еще в сочетании с шоколадным бисквитом и карамелью. Это фантастический десерт. Теперь устанавливаем сито на кастрюльку и аккуратно заливаем сюда флан. Через сито нужно это делать для того, чтобы все остатки яйца остались на сите. Вот видите? Смотрите, я буквально отвлеклась на минуту и уже шоколадное тесто всплыло. Так и должно быть, потому что у нас должна быть карамель, потом флан и потом шоколадный бисквит. Вот такая вот интересная технология. Сверху накрываем форму фольгой и также берем емкость побольше. У меня это тоже вот такая вот кастрюля, очень удобно. Мы будем делать водяную баню. На испанском это звучит банио де Мария в честь первого алхимика, который звали Мария. Не знаю, насколько это все правда, но так объясняют, почему называется именно банио Мария, а не как у нас водяная баня. Ставим сюда и сейчас все зальем кипятком. И заливаем кипяток. Ой, опять карамель хрустит, потрескивается, потрескивает, потрескивается. Точно вам не скажу, но мне кажется, что я кипятка налила достаточно много, где-то по уровню всего флана, который у нас есть, вместе с шоколадным бисквитом. Теперь ставим всю эту конструкцию в духовку, которая прогрета до температуры 180 градусов на 45 минут. Вот такой вот изумительный, фантастический, очень интересный испанский десерт. Фланг полностью готов. После того, как вы достали его из духовки, ему нужно дать еще хотя бы 4 часа на то, чтобы он стабилизировался. И тогда можно доставать из формы. Также по времени выпечки смотрите на размер своей формы. У меня очень маленькая форма диаметром 16 сантиметров, поэтому у меня фланг выпекался час 30. Через 45 минут я проверила зубочисткой. И вот этот вот шоколадный бисквит, он еще был сырым. Я продолжила выпекание. Если у вас форма будет там в диаметре 18, 19, 20 сантиметров, то вполне реально вам хватит 45-50 минут. Но все же лучше ориентироваться на тест при помощи деревянной шпажки или зубочистки. У меня фланг даже уже простоял всю ночь в холодильнике. Посмотрите, как прекрасно подошел шоколадный бисквит. Сейчас будет фокус-фокус. Не забывайте, что на дне у нас есть карамель. Теперь мы накрываем и аккуратненько вот так вот переворачиваем. Упс! Уа! Классный звук. Посмотрите, какая красота! Вау! Просто супер! Сверху такой у нас пудинг, карамель, шоколадный бисквит. Ну, красота! Теперь давайте разрежем. Боже, какой он нежный! А эта карамель, она так пахнет! Это просто нечто! О-о-о! Посмотрите на эту нежность! Это же не фланг, а какая-то просто невероятная вещь! Он такой вот нежный-нежный, класс! Сочнейшее чудо! Я уже готовила фланг, но без шоколадного бисквита. В таком вот виде готовлю первый раз, и мне понравилось просто нереально. Посмотрите, какая классная штучка! Посмотрите, какая классная нежность! Это просто! А как пахнет карамелью! Это нечто! Очень вкусно! Вот эти все три слоя, карамель нежнейший, такой вообще тающий во рту фланг, и такой слегка, такой, не знаю, шоколадный, очень, не слегка, а очень шоколадный, слегка горьковатый вот этот шоколадный бисквит. Это потрясающе вкусно! Идеальное сочетание продуктов! Не просто так, это традиционный испанский десерт, который готовят очень-очень много лет. Я советую вам! Он готовится очень просто, но точно всех удивит! Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!